Продлить лицензию на охоту без лишних хлопот. Депутаты Совета Заполярного района приняли решение упростить процедуру получения документов для сельских охотников. Соответствующие поправки в решение Совета муниципального образования внесли на 23-й сессии. Она стала последней перед уходом депутатов на летние каникулы. В ходе профилактической работы за пять месяцев 2016 года участковыми уполномоченными по Заполярному району было изъято 90 единиц огнестрельного охотничьего оружия. Большинство из нарушителей стали таковыми поневоле из-за отсутствия возможности продлить лицензию. Сейчас для того, чтобы получить разрешение на оружие, необходимо пройти целый ряд инстанций. Во-первых, получить медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к владению оружием. К медицинскому заключению прилагаются справки от терапевта, офтальмолога, невролога и нарколога. Также охотнику необходимо подтвердить, что он не состоит на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах. Если офтальмолога и терапевта можно пройти в поликлинике по месту жительства, то с прохождением других специалистов возникает проблема. Врачи принимают только в Наринмаре. Также сложности могут возникнуть и с заявлением на выдачу лицензии. Готовый документ необходимо получать лично заявителю. То есть он месяц точно в городе жить не будет, уедет обратно, потом обратно ему надо приехать сюда, для того, чтобы просто получить, расписаться и снова вернуться. Ну то есть оформление оружия обойдется так, тысяч, если есть шойные, ну 70-80. Вот, понимаете, и человеку, неправильно говорю, но действительно, ему проще стать нарушителем. Вот чисто даже дешевле, наверное, не проще, а дешевле получать. Один из вариантов решения проблемы сельских жителей – передача уже готовых документов через должностных уполномоченных УМВД, либо через подразделение МФЦ. Кроме того, на сессии представитель управления МВД по Ненецкому округу Игорь Дьяков озвучил отчет о деятельности участковых уполномоченных полиций в населенных пунктах. Исходя из основных показателей, за пять месяцев 2016 года состояние оперативной установки на территории Ненецкого округа по сравнению с аналогичным периодом прошлого года характеризуется ростом преступности на 72,7%. Если говорить о зарегистрированных преступлениях в сельской местности, здесь количество преступлений увеличилось на 48,3%. Также депутаты Заполярного района приняли поправки в районный бюджет на 2016 год. В своем докладе Мария Засимчук отметила, что в рамках муниципальной программы социального развития поселений выделяются средства в размере 32 миллионов рублей на завершение строительства школы на 110 мест в селе Нижняя Пёша. 98,3 тысячи рублей выделены на введение межбюджетных трансфертов Южарскому сельскому совету на ремонт грузового печала в поселке Каратайка. В рамках муниципальной программы строительства приобретения и проведения мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений на территории Заполярного района выделены на иные межбюджетные трансферты бюджетом поселений в общей сумме 7 миллионов 626,2 тысячи рублей. На ремонт муниципальных жилых домов Канинскому сельскому совету 1 миллион 865,5 тысяч рублей. Киманскому сельскому совету 3 миллиона 312,4 тысячи рублей. На снос ветхих и аварийных жилых домов с рекультивацией земельных участков выделяется 1 миллион 252,5 тысяч рублей по муниципальному образованию поселок Искателем. Всего в повестке дня сессии Заполярного района значилось 13 вопросов. Среди них согласование расширения границ муниципального образования Малоземельский сельсовет Ненецкого округа, утверждение предварительного графика проведения сессии с сентября по декабрь. Напомним, эта сессия стала последней перед уходом депутатов на летние каникулы.